Всем привет! С вами DroneAdventures. Я думаю, многие из вас помнят мой прошлый обзор DJI FPV. Если кто-то забыл, вот ссылочка на него. К нему возникли у людей вопросы. Первый вопрос был, почему в том обзоре не на 50 мегабит я летал. Отвечаю, потому что тогда этой прошивки не было. Сегодня я решил полетать на 50 мегабит в этом же месте, по этим же коридорам, в тех же условиях. И второй был вопрос, почему я летал на стоковых антеннах. И вот сегодня я буду летать на люминировских антеннах. Мы сравним, есть ли разница между стоком, люминиером и старой прошивкой именно в условиях жесткой заброшки. Так что поехали! Даже не я буду сейчас на 5.8 лететь, а вот Миш полетит с васовским патчем, самый крутой из ныне существующих патчей. И вот он направил, направил его туда, куда надо. Вот, сейчас полетит, потом... ДВР-ку пишем. ДВР-ку пишем, полетим туда же. Я готов. Давай, взлетай. Пошли. Оп, коптер полетел. Ну, что-то видишь. Ну, я пока все отлично вижу. Я первый раз лечу, поэтому пытаюсь вспомнить. О, пошли помехи. Ой, сыпется-сыпется. Сыпется-сыпется. Ну, по памяти лечу. Ну, вообще некомфортно. Все. Ноль. Итак, мы сейчас полетим на 50 мегабит. Примерно тот же самый маршрут, что летали в прошлый раз. Параллельно пишет Гупрошка, параллельно будет писать ДВР-ка. Посмотрим, будет ли лучше. Единственный момент, как мы узнали, что DJI в режиме 50 мегабит, максимальная мощность у него 700 милливатт. Поэтому мы сегодня еще раз на новой прошивке на 25 на 1200 слетаем и на 700 на 50. Поэтому первый полет пошел. 50 мегабит, 21 миллисекунда. Ну, 27. То есть скачет в пределах 30 пока. Так, первое помещение, как всегда, все четко. Заходим за первую стену. Лечу. О, все, сразу 30 мегабит. Заходим за вторую стену. 10 мегабит. Все, теперь 10 мегабит. Но, о, задержка пошла. Все посыпалось. Так, я сейчас лечу там, где упал у нас 5,8 с васом. Лечу специально медленно, чтобы показать картинку. Так, 40 миллисекунд. 5 мегабит. Все, пошли за призы приличные. Пошли тормоза рывки. А, нет, я уже... Все. Вверх. Все, картинка потерялась. Я запустился на 25 мегабит. Сейчас мы попробуем, посмотрим, что у нас будет с 25 мегабитами. Будет ли улучшение? Если будет, то какое? Если не будет, то не будет. Так. 25 мегабит. 1200 милливатт. Летим. Первое помещение, оно так же, как и было. Держит. 25. Второе помещение. Точка, где пропадал. Во, пошло небольшое рассыпание. Но в целом мегабиты падают. Пропусков пока не есть. О, все, пошли пропуски. Оп, фрезы, пропуски. Все, начинаются. Рывки. Я, возможно, даже смогу дотянуть до того же помещения, где на 50, но тут уже все. Фрезы прям... Оп, оп. Нет, все. Упал. Чуть-чуть не дотянул до туда, до куда долетел. На... 50. 50 мегабит. Стоковые антенны. Сейчас посмотрим, что будет. Так. То же самое, что было год назад, только на 50 мегабитах. А, слушай, у тебя рек пошел сам. А батарейка, видишь, там слева нормальная? Где слева? Внизу. Ну, 15-4. Ой, как-то... Так, первый... Все, упало. За первой стен. Пошли помехи. Ой, картинка стала совсем плохой. Один мегабит. Я еще лечу, но картинки почти нет. Ой, 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 все. Нет, еще лечу. Не, ну это все, я тоже не лечу. Первое помещение. Место, где умер, где умер 5,8 на аналоге. И вот он лежит. И еще я на 50 мегабитах хочу полетать те же самые коридоры, которые летал до этого. Чисто для того, чтобы сравнить, появилось ли улучшение, пропали ли фрезы или не пропали. В прошлый раз я на 25 смог пролететь коридор, но была сложность в том, что периодически вылетали фрезы. Сейчас будем проверять, изменился, что в этом плане. Типа, ты не можешь на любом канале еще игру тут включить. Так, все. Может, сейчас можно, в последней прошедке есть, можно. Все, 50 мегабит, дотсд, миллисекунды. Теперь вылетаем в коридор. Ну, картинка, конечно, топ. Пролетаем. Ну, таких, ну, чуть-чуть подергивается. Притом, по визуальу не видно такой прям проблемки. Так. Сколько помню, было еще в этом помещении. Битрейт сильно упал, но задержка еще сносная. Так, потом. Ммм, по-моему, я вот через это помещение вылетал на улицу. Вот здесь была, как и в прошлый раз, большая потеря. Сейчас я за зданием. Ухожу на соседний этаж. Ну, в целом, чуть-чуть лучше, чем было в прошлый раз. Но через дальнюю комнату, конечно же, вылететь было сложнее. Ну, в целом, маршрут я тоже самый пролетел. По ощущениям было намного лучше. Надо единственное посмотреть, сколько было потерь в процессе. Как минимум, в дальнем помещении был приличный рассинхрон. Ну, все. Как летает? Нормально. Петя, поворю. Ну, и какие выводы мы сделаем после этого видео? Первое, то, что новая прошивка принесла некоторые улучшения, которые, в принципе, довольно приятные. Особенно то, что теперь DJI до последнего держит картинку. То есть, она снижает битрейт, просто там, чуть ли не до 3 мегабит. Но при этом пропусков кадров она не делает. Это очень круто. Это вот очень показательно то, что в прошлом тесте за маршрут мы потеряли порядка 6,5 секунд. В этот же раз, примерно по тому же маршруту, мы потеряли около 2,5 секунд. То есть, это реально очень важный показатель. И когда в бетоне летишь, особенно на 50 мегабитах, оно реально держит прям вот до последнего, до полного пропадания. Ну, с этим же надо быть одновременно намного осторожнее, потому что аналог, если потерял сигнал, там, ты, допустим, пролетаешь препятствие, он сразу подцепляется. А вот с DJI, если ты залетел за препятствие, на инерции это препятствие пролетел, может потребоваться секунд 5 даже, чтобы оно обратно подцепилось. Потому что цифра, она работает немножко по другому принципу. Вот, допустим, я был, например, в горах. Я залетел за макушку горы, и на инерции меня там ветром вынесло из-за нее. Я сразу подцепил сигнал и вернулся домой. На DJI такая фишка может не прокатить. Пока сигнал подцепится, можно сильно ушататься и так далее. Далее, можно сказать, что антенны реально решают, хорошие антенны. Но, конечно, большой минус – это их цена. Антенны, качественные для DJI, но стоят порядка 6 тысяч рублей. Как, в принципе, и любые аксессуары для DJI. Но зато с этими антеннами дальность довольно близко приближается к уровню 1.2. Относительно 5.8 аналога превосходит его примерно в два раза. Именно дальность в таких жестких условиях – за стенами, за брошки и так далее. Поэтому на данный момент я могу сказать, что если вы выбираете между 5.8 и DJI, конечно, теперь однозначно стоит смотреть в сторону DJI. Все-таки цифра, картинка лучше, и держит она лучше, чем 5.8 аналог. Летать нам намного приятнее. Единственное, конечно, еще раз повторюсь, это дорогие аксессуары. И второе – это не всем удобен, покажется, шлем. У него есть засветы, у него не на каждое лицо форму подойдет. Ну, есть свои нюансы, скажем так. Плюс провода, которые торчат в карман для батареек. То есть нет встроенной батареек. За предоставленное оборудование спасибо Мисше и Сане. Ссылки на них я оставлю в описании. Так что подписывайтесь на них. Ну, а так, всем спасибо за просмотр. Всем до новых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok